Как распрощаться с инфантильностью? Екатерина, Санкт-Петербург. Дорогая Катенька, мы с вами все живем в мире катастрофически нарастающей инфантильности. Я куда ни кину взгляд свой, все время мне там инфантильность какая-то уже обнаруживается. Мы в целом во времени, когда взрослые смотрят мультики про этих, сказал сказать, терминаторов, но они уже не смотрят даже терминаторов, а там мультики прямо, Марвел, мы живем в мире такому достаточно инфантилизируемому. Противостоять этому достаточно сложно, сохранять при этом взрослость. И сейчас даже, знаете, вот эта взрослость, она воспринимается как какая-то дефективность. У нас какой-то вот такой культ младенчества, что вот дети вот они, значит, все должны развиваться как цветы, и потом просто этот сорняк неизвестно, как, понимаете, все, ну, превратить хоть какой-то смысл из этого извлечь. Вопрос возникает, так сказать, у старшего поколения. Юности пытаются продолжать, натягивают себе все на локоть, так сказать. Это все. Есть вот эта вся ненормальность. Надо понять, насколько круто быть взрослым, сохранять любопытство, желание жизни и так далее. Если вы это понимаете, то вы противостоите этой культурной инфантильности. Хотя я думаю, что вы меня спрашиваете не про это, вы меня спрашиваете про ответственность, которую необходимо брать на себя внутри отношений. Неважно, это отношения личные с родителями, отношения профессиональные в работе и так далее. Многие из нас как-то пытаются ответственность переложить на других людей. Почему это происходит? Во-первых, страшно не соответствовать своему идеалу или вот тому, чему, вот, к высокой оценке. Не бойтесь. Лучше несколько раз сесть в лужу, потом смело героически ходить, вот, нежели вообще превратиться в паралитика, потому что вам кажется, что кругом лужи. Второе, это когда вы передаете ответственность на других людей, вы не можете ничего существенно менять в собственной жизни. И дальше у вас неизбежно будет нарастать конфликт между вашими внутренними действительными потребностями и тем, какие решения принимают люди, которым вы эту ответственность спихнули. И третье, очень важно, особенно в рамках красной тавлетки, понимаете, что когда вы передаете другим ответственность, вы, на самом деле, лишаетесь свободы, а другие люди чувствуют, что вы у них в долгу. То есть вы накапливаете свой кредит, вот, с процентами, он у нас значит, значит, расти. И это такие микрокредиты, вот, которые способны превратиться просто в совершенно чудовищный долг. И дальше выйдут приставы, понимаете, вот они придут и скажут, дорогая Катя, вот задолжала ты нам вообще просто, поэтому должна теперь то, все, пятое, десятое. И это уже просто никуда не годится. И как только вы это все осознаете, я надеюсь, что вам в этом красная таблетка поможет, вы станете взрослой, красивой, умной, разумной, деятельной, ответственной, совершаете кучу всяких разных замечательных дел, будете радовать и писать мне. Дорогой Андрей Владимирович, как же хорошо, что вот. Ну, так.